доброе утро смотрите какая у нас красота холодно закрой такая красотища вообще рассвет обалдеть в общем мы проснулись я уже позавтракала дети сейчас будут завтракать я начну заниматься делами нос окна потеет вообще что-то кошмар приходится так постоянно вытирать зима мороз у нас я вот эту тоже открываю постоянно проветриваю протираю но все равно особенно когда белье висит в квартире сохнет еще больше начинает потеть рассвет конечно вообще обалденный небо очень красиво продолжаю снимать свой влог уже у нас дело к вечеру идет половина четвертого ничего не снимала потому что занималась домашними делами наварила борща красного и сделала такой салат ну типа оливье в общем варила мясо куриное обобрала его с косточек и добавила сюда яйца картофель отварила без зеленый горошек добавила дальше вместо соленых огурцов я добавила цукини маринованные так вот закрывала в баночку вкус практически не отличается от маринованных огурцов поэтому добавляю винегрет добавляла тоже в общем вот так вот и зеленый лук укроп петрушками были замороженные добавила сюда не заправила майонезом получилось довольно таки вкусно и сытно вот сейчас это все уберу холодильник помою посуду осталось мне прибраться еще по пылесосить пол протереть и все на сегодня но для начала хочу немного с вами поговорить хочу немного с вами поговорить такая интересная мне кажется тема многим будет интересно надеюсь что вы меня поддержите в комментариях обратной своей связью и хочется узнать ваше мнение сейчас я выскажу свою а вы свое тогда напишите в комментариях в общем смотрела я блок 1 1 знаменитой семьи блогеров не буду называть кого именно в общем и значит они показывают новую кухню в новом своем доме и жена говорит что будет на ней готовить только по настроению и вообще она всю жизнь так и делает что готовит только тогда когда у нее есть настроение и читая комментарии значит одна женщина пишет в комментариях что ее дочь работающая мама сколько там у нее трое детей по моему и несмотря на свою загруженность работу усталость она с удовольствием готовит для своей семьи и для себя в отдельности потому что она на правильном питании вот для семьи она готовит но обычную еду и даже чуть ли там не каждому члену семьи в отдельности готовит кто что любит и в комментариях начали писать что это бедная женщина бедная женщина в общем так и и стали себя называть а я не пойму почему почему она бедная почему называть ее бедно если она с любовью готовит своей семье на и что хочу сказать что я сейчас нахожусь дома и просто наслаждаюсь сейчас тем временем когда я нахожусь дома и хочется мне готовить вчера готовила сегодня готовлю хотя могла бы за один день на готовить и отдыхать но мне вот прям вот распирает меня чем-то вот вкусным накормить своих домашних вкусные домашние едой разнообразить как-то наше меню вот я делаю это с удовольствием да когда я работаю и не всегда хочется готовить но все равно приходится готовить потому что я мать я жена да я тоже сама знаете ли люблю вкусно покушать и почему я буду как это сказать как я не буду готовить да так вот посмотреть мне двое детей муж я тоже и называть женщину бедной которая готовит вкусную еду для своей семьи я не знаю как-то несправедливо наверное то есть вот та девушка блогер по мнению многих она такая счастливая такая молодец да а еще муж у нее там типа готовит иногда она там по настроению да может быть она счастливая по-своему я не спорю не буду что-то говорить но все-таки можете я думаю как-то по старинке рассуждаю но есть как-то институт семьи да как устоявшийся уже столетиями да то что мужчина добыча женщина хранительница очага и мне кажется иногда отступиться от этого конечно я могу я тоже не железная но постоянно жить по такой схеме до что я значит такая королева и не буду готовить то что я не хочу а муж если хочет пусть сам себе готовит мне все равно да я такая вся в образе вся занятая и и тому подобное не знаю я рассуждаю так и может как-то сумбурно и сказал но надеюсь что вы меня поняли многие конечно сейчас скажут это все устаревшие какие-то взгляды да что сейчас все по-другому не так как там 30 лет назад или 50 лет назад но мне кажется это правильно и нельзя взваливать все на мужчину да допустим он не работает и постоянно он должен готовить да хотя без себе сам то как-то неправильно до женщина тоже работает до мужчина ей может помочь дать даже не может должен до помогать как-то в домашних делах но не на постоянной основе да потому что например мой муж он работает на более тяжелой физически работе чем я да и несмотря на то что он мужчина я не взвалю на него все обязанности что ты вот сильный пол да и давай все приходишь с работы обязательно мне тут на готов приберись а я устала с работы пришла я буду отдыхать потому что я девушка или женщина нет по сути своей мужчина всегда больше работает но повторюсь не не исключаю тот момент что муж должен помогать жене в той же готовке в той же уборке с детьми обязательно когда например и муж не касается это ничего он говорит что я я работаю я зарабатываю я приду домой буду лежать просто на диване и все от не отстаньте не подходите детей выгонят в другую комнату соседнюю это тоже неправильно нужно искать какие-то компромиссы и друг другу помогать друг другу поддерживать на то она и семья вот в общем так у меня видео получилось болта логическая не знает мне кажется об этой на эту тему можно говорить просто бесконечно и давайте в комментариях разобьем эту тему каждый выскажет свое мнение как вы считаете я считаю вот так вот для себя самой для своих детей для мужа нужно стараться и прилагать усилия до чтобы всем было хорошо не только тебе самой но и окружающим да конечно есть люди которые могут себе позволить каждый день ходить в ресторан это пожалуйста это их дела но это мне кажется это может надоест мне бы например надоело вот потому что все таки не знаю и получаю удовольствие от приготовления еды и и ресторанная пища тоже может наскучено и хоть захочется домашней еды по-любому особенно мужчине как-то как-то так все высказалась жду ваших комментариев наверное я закончу на этом свое видео и попрощаюсь с вами на такую новогодние нотки праздник продолжается елочку мы не убираем пока что ждем старого нового года вот так рассказать больше ничего показать сегодня тоже сейчас приведу немножечко порядочек на виду в квартире и буду уже ждать своих потом пойдем с мужем в озон я кое-что заберу там свой заказ потом покажу и завтра придет еще один заказ дополнение к этому заказу к сожалению не в один день все пришло но но ничего и кстати одну интересную вещицу заказала на озоне спонтанно причем хотя не спонтанно я давно об этом думала уже можно сказать несколько лет наверное вынашивала эту мысль в голове вчера просто взяла вот так щелкнула в телефоне и заказала и думаю сейчас самое время сейчас самое время поменяться у меня такое знаете вот с нового года изменить свою жизнь я еще перед новым годом поставила себе эту цель что снова года я начну меняться и свою жизнь менять в лучшую сторону и вот еще один такой довольно таки серьезный для меня шаг в общем я жду этот этот товар этот заказ вот и надеюсь что завтра у меня будет время я проведу над собой такой эксперимент изменю себя может даже не до неузнаваемости вот и страшно конечно страшно очень страшно но я это сделаю я решилась а что это будет вы узнаете уже потом я постараюсь для вас может быть не подробное видео снять а как бы было и стало до до и после хотя бы так боюсь конечно это делать но пускай это останется интригой до следующего видео и чтобы не пропустить подписывайтесь на канал и подписывайтесь на мой телеграм-канал там вы узнаете эту новость это мое изменение самыми первыми еще может быть даже до выхода видео подробного поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал и ждите новости всем ставьте лайки всем большое спасибо за просмотр всем удачи пока пока